На прошлой неделе в Славянске-на-Кубани в районе Северного парка открылся новый детский сад на 320 мест. Он получил название «Сказочный город». В атмосферу сказки окунулись и наши корреспонденты. Оправдывая название детский сад, всех входящих окунал в волшебную атмосферу русских сказок. Ребята развлекали Иван Царевич, Василиса Прекрасная и другие сказочные герои вместе со скоморохами. Коробейники разносили сладкие петушки на палочках, конфеты, печенья, сувениры. Поздравили с праздником всех собравшихся глава Славянского района Роман Синеговский, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский и другие гости праздника. Я вас всех поздравляю сегодня яркое радостное событие, открытие нового детского сада на 320 мест. Благодаря поддержке губернатора Кубани Венивина Ивановича Кондратьева выделено на эту стройку было порядка 200 миллионов рублей краевых, федеральных денег. Это серьезная стройка для Славянского района. Вы видите, располагается в каком красивом месте. Целый город. Многие даже спрашивали, здесь что, коттеджи и поселок строятся? А здесь наш детский сад. 75 тысяч ребятишек в последние годы ежегодно рождаются на Кубани. Это в полтора раза больше, чем лет 10 назад. Дети – это счастье, а для власти это еще приятные хлопоты, потому что нужно создать условия для их дошкольного образования, достойного образования. Более 13 миллиардов рублей за последние 5 лет вложил край при поддержке федерации вместе с местными бюджетами, то, чтобы появились новые сады, пристройки, отремонтированные ячейки, чтобы решена главная государственная задача – создать условия для образования ребятишек в возрасте от 3 до 7 лет. И эта задача будет продолжаться, продолжать решаться. Наступил торжественный момент. Дед Мороз и Снегурочка вручили заведующей детского сада Ане Малинской символичный золотой ключ от здания. Почетные гости вместе с будущими воспитанниками разрезали традиционную красную ленту. И сказочные герои пригласили детей и их родителей осмотреть новое дошкольное учреждение. Открытие детского сада стало настоящим праздником для всех. Садик отличный, очень рады. Наконец-то дождались, что открыли садик. Мне очень все понравилось, безумно. Садик замечательный, великолепный. Мы здесь с переводом, безумно. Мне понравилось. В сказочном городе необычное название групп. Педагоги решили уйти от традиционной нумерации. И теперь юные славянцы будут посещать группы «Репка», «Три медведя», «Цветик», «Семицветик». Каждая из них в этот день детей ждали игры и конкурсы. В музыкальном зале новогоднее представление, а в спортивном – веселая эстафета. Мне нравится этот садик, потому что мы близко, рядом с ним живем. И много детей, и крепкий, и новый. И большие ворота. Открытие нового детского сада стало настоящим подарком к Новому году для Светланы Носой. Она с дочкой давно ждала возможности посещать детский сад. И теперь такой шанс у них появился. Мы рады очень, что у нас в городе появился такой детский сад. И столько деток сможет его посещать. Конечно, это хорошо. Здесь преимущество этого садика в том, что здесь ясельные группы открываются с полутора лет. А в других садиках только с двух лет. Поэтому мамочке, которая находится в декрете, им предоставляется такая возможность выйти на работу. Новое дошкольное образовательное учреждение построено по государственной программе Краснодарского края «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований». Оно состоит из трёх блоков, включающих в себе групповые ячейки, дополнительные помещения для работы с детьми, медицинский блок, пищеблок, прачечную и служебно-бытовые помещения для персонала. В нашем детском саду есть и кружки дополнительных занятий, в которых будут проходить занятия с детьми с использованием интерактивной доски. Это позволит и детям приобщиться в современном ракурсе к миру. Дошкольное образование здесь будут получать в четырёх ясельных, трёх младших, трёх средних, четырёх старших и трёх подготовительных групп. На оснащение их по самым современным стандартам из местного бюджета было выделено более трёх миллионов рублей. Появление детских садов нового образца, как этот – основная задача краевых и местных властей. С введением в эксплуатацию нового дошкольного учреждения в Славянском районе ликвидирована очередь в детские сады для ребят в возрасте от трёх до семи лет.